здравствуйте дорогие друзья у нас с вами сегодня уникальная экскурсия мы приехали на дни поле в агрофирму аэлита и находимся в теплице где демонстрируются различные сорта томатов перцев здесь их такое разнообразие которые даже не всегда увидишь крупных торговых центрах где представлено много-много пакетиков семенами сегодня нас будет консультировать доктор сельскохозяйственных наук профессор селекционер борис исаевич мамедов он специализируется по перцам да и вот мы хотели начать свой разговор о острых перцах я правильно именно вот острые они горькие правильное название да перцы острые жгучие все зависит от того содержание капсайцина насколько мало или высокая потому что когда мы называем жгучесть конечно жгучесть это относительно слова в том смысле что когда дегустируешь именно разные сорта перцах остров ты чувствуешь разницу миндальный апельсиновые кожуры там шоколадной каких только оттенков нету есть горькие кислые сухие сочные там жгучие настолько что прямо и там дело в том что горка содержит острота этих перцев жгучесть этих сортов зависит от содержания капсайцина капсайциноиды точнее до капсайциноиды это общее название если их разделить этих капсайдиноидов там штук разных 20 поэтому мог для простоты называем капсайцин да там дегидрокапсайтин ордегидрокапсайтин и вот соотношение этих различных групп капсайциноидов определяет ту или иную вкус жгучесть аромат и так далее если даже вы возьмете вот просто разломаете перец там да вот просто вот разные сорта и понюхайте вы понюхать чувств почувствуете разница вот этот сорт отличается допустим от этого они отличаются даже так что вот интенсивность но как скажем испарение там да вот это есть и тоже сортовая специфика там генетический признак там да понятно вот вы еще очень увлекательно рассказывали о том какая польза именно от горьких от жгучих вот этих перцев мы же привыкли вот прям какими-то минимальными дозами добавлять а на самом деле это очень полезный продукт перцы острые особенно вот содержит капсайцин который содержится в плодах это очень полезно для вообще организма это доказано уже многим исследованиям медиков различных странах мира это стимулирует сердечно-сосудистую систему и усиливает движение крови по венам до противожирения и так далее так далее так далее ну конечно это люди могут есть у кого нет проблем с желудком да а так вот я говорю во многих странах где очень часто используется вот перец острый таких вот южноафриканских странах доказано что практически отсутствует инфаркт болезнь и давление и тогда не гипертония каждый плод перца как острого так сладкого это кладезь витаминов тут вот содержится витамин c огромное количество тогда среди овощных культур перец вообще по содержанию витамина c лидер там до 300 миллиграмм на грамм содержание сильнейший антиоксидант антиоксидант это вещество которое позволяет нам дольше сохранять молодость да это улавливает свободные радикалы их выводится организм так скажем да предотвращает онкологическое заболевание каротиноиды вот допустим красную окраску этих форма продевает капсантин капсорубин да это сильнейшие антиоксиданты оранжевый бета-каротин бета-каротин допустим в организм поступает человека только вот овощами или мясом а потом он превращается витамин а а витамина это вообще в мире дефицит поэтому тоже в этом отношении потом капсайциноиды то что говорили там да разные вот это самый флавоноиды я уже не называю химические элементы калий кальций магний железо хлор там еще что-то еще чуть их там огромное количество таблицы менделеева таблицы менделеево есть дорогие друзья вот мы с вами привыкли выращивать сладкие перцы и вообще практически горькие не сажаем да а вот оказывается нужно их кушать употреблять больше в пищу и вот я еще об этом разнообразии вот давайте поговорим смотрите какие вот они и кругленькие и вот совсем маленькие вот такие как десертные да и вот такие интересные изогнутые узенькие вот это тоже горький перед уже 100 перец представляете дорогие друзья вот это все вот разнообразие а вот висит прямо гроздями целыми как виноград до сиреневый то есть это просто вообще даже украшение участка может быть а потом вы их вырастите это же сушится прекрасно да прекрасно сушится цель на плодное консервирование давайте расскажу так что вот у нас привычные привыкли в россии называть перец острый и перец сладкий так только два вида знаем о самом деле эти все острые сладкие формы относятся к пяти различным видам перца у нас в мире вообще существует 5 а домашних видов перца капсикум анном капсикум анном это в нашем понимании есть вот такого типа перец однолетний короче да вот как переводится капсикум фритестинс вот он перец кустарниковый это не имеет одна это просто ботаническое название это не относится потребительским свойствам капсикум бакатум пожалуйста вот он капсикум чинензи капсикум пендулум вот они верите на видные плоды и так далее так далее вот это один из самых там до в межвидовой гибрид один из самых жгучих сортов так что вот эти все перцы острые относятся к разным видам всех разными к сожалению нас россии пока не принято так их разделить по видам мы просто называем перец острый перец сладкий и все а хотя вот они настолько отличаются друг от друга по аромату по вкусу ну даже по внешнему виду да по краске и так далее так далее так что вот дорогие друзья оцель на плодном консервировании это очень вкусно вот на черноморском побережье кавказа в одной семье мне предоставили возможность попробовать вот эти острые целенаплодные вот пожалуйста вот эти вот перчики можно огурцами вот вместе консервировать шашлыком с какими-то рыбными салаты различные объедения кроме этого же там вот свежего потребления их вот консервирует маринуют ведь можно их сушить из них делать порошок порошок и различные окраски там да и вот они если кто-то видел за границей оттенков одного красного там сотни это все зависит от содержания то что мы говорили капсантина капсорубина и так далее там есть и начиная от там каких-то желтых конечно и там коричневых там бордовых это какие только оттенков эти порошков нет кроме того вот эти вот это же еще добавляется очень много различные продукты колбасные изделия там да хлебопекарные изделия вот еще одно преимущество вот этих вот жгучих перцев том что очень многие виды и сорта имеют компактную форму да вот частности этот вид это капсикум фруктенсис их можно выращивать горшках да в одном горшке это растение будет расти у вас 3-4 года единственное что надо делать их вовремя полить подкормить и вот эти плоды когда будет красные их просто сорвать и использовать чтобы это так скажем да ремонтантное растение он одновременно и плоды и цветочки и завязи поэтому и у вас подоконниками имея такое растение каждый раз мы срывая плод можете кидать супчик и у вас будет очень хороший вкусный суп дорогие друзья вот это все великолепное разнообразие можно приобрести в агрофирме аэлита ищите пакетики с названиями ищите вот такие разнообразные сорта кстати у них очень интересные названия да вот я тут прочитала перец острый называется штопор штопор из-за того что он скручивается вот так там да вот эти как то же колокольчики или какие-то чалмовидные там разные там да всякие там да вот они так что пробуйте вот тут вот разломили действительно ароматы отличаются очень и вообще вот знаете если бы я не боялась сейчас что моя физиономия как-то испортит кадр то я обязательно бы попробовал это вот жгучесть все потому что пахнет свежим аппетитным ну просто замечательно дорогие друзья не уходите нашего канала следующий рассказ у нас будет про сладкие перцы да давайте расскажем про сладкий перец